Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы проводим цикл бесед, называется «Во свете Библии» Вот перед нами Святая Библия и «Открытым оком». Это слово дважды «Открытым оком» появляется в числах 24 глава 3-15 стих. У меня все книги вот эти так и называются «Открытым оком». И тут же на корочке указано какое место. Я сначала не сильно обращал на это внимание, а потом мне показали. Один защищал диссертацию по моим книгам и ссылку делает, и указывает место писания. Я подумал, даже этого не знаю. Тем более сначала идут три точки, это отрывок. И он там абсолютно точно в диссертации указал. А я в другой раз писал из большой буквы, то есть свое и как-то не оценил даже. Сегодня мы поговорим об иконах. Я очень много занимался с разными сектантами всех направлений. Нынче вот 51-й год. Это полвека. Притом очень и очень активно. Трудно найти республиканский столичный город, такие как Белиси, Фрунзе, Алма-Ата. Там в Эстонии Таллинн, Рига. То есть не считая даже эти столичные союзных республик-города, во многих и многих местах в Москве приходилось беседовать с разными. Тогда были такие единственники, антитринитарии, баптисты, отделенные и зарегистрированные. Пятидесятники, адвентисты седьмого дня, иеговисты, они ко мне на дом приезжали даже издалека, беседовали. И часть из них стали православными. Ну вот говорят, сегодня я когда занимаюсь в интернете, все, повторяю, абсолютно все, женщина, бабушка, все одинаково говорят, ой, я была идолом, поклонялась, вот исход двадцатая глава, с первого по четвертый стих показывает, как один. Что это? Я вчера беседовал на тему о втором пришествии Христа, тысячелетнее царство. Ведь столько заблуждений натолкать в одну тему, уму непостижимо. Я тут же выставил в интернете беседу, сразу начинаю говорить, не по теме, это все сектанты одинаково отвечают. Слово сектанты не нравится, говорят, а вы православные тоже сектанты, вы тоже отделились там в 1600 каком-то году. То есть знаний никаких нету, совершенно. Никто нет, кого не отделялся. В 1054 году речь шла о папе и о патриархе. О том, какие там изречения неправильно были сделаны, а один другого отлучил, ну, никто не от кого, говорится, не было так, что вышли оттуда или как-то. Просто сферы влияния было разное, восток и запад. Так и здесь. Секта включает в себя неправильное сегодня определение. Оно не оскорбительно, оно просто в словарях дали. Везде, у Ожига, везде говорится об этом. Секта это отсечение. Всякую ветвь, не приносящую плода, винограда отсекает. А кто сектанты? Сектанты те, которые не имеют священства. Коротко скажу, это словарь политических слов. Нет института священства. Ну, а у кого его нету? Нету у кого? У всех нету. Кроме православные, это старобрядцы имеющие священство. Католики. Там старокатолики, разницы нет. Григория на армяне, копты и синицы. Все. Точная грань до одного сантиметра. Все, что за этой гранью выходит, не имеющее рукоположения от апостольских времен, есть секта. А уже в секте, в отделении, там уже смотреть надо, что у них является юридическим. Моя биография очень необычная, и поэтому упрекать меня, в чем обычно, православных упрекать нельзя. Я имею духовное рождение, указываю день, дата, число. Когда и было. Я обратился ко Христу сознательно в 23 года, хотя с детства знал, что Бог есть и верил. От многих грехов Бог этой веры страхом спасал. И я там принес покаяние перед Богом и получил это рождение свыше. И полюбил эту книгу Библию, которую не видал до этого ни разу. Обычно, говорят, человек приходит к Богу, потому что у него затруднительные обстоятельства. Ну, не ладилось со здоровьем. У меня все ладилось. В это время учился в высшем мореходном училище. Отличнейшее здоровье, грамота. Ну, где бы я ни сдавал, в каких институтах, у меня практически одни пятерки. Но я был верующий, и меня везде глушили. И вот, когда я обратился первым делом, буквально в первые дни, я задумался, как так? Так много людей, у всех Библия, и все по-разному. Но где истина? Мне Бог открыл это в молитве. Истина в первоапостольской церкви. И я стал искать, а кто как понимал. Библия, это у всех одинаково. Сегодня говорят, будто бы христианских разных наименований, там, динаминации, течений, более 21 тысячи. Тысячи. И у всех Библия в ряд выстроить, у всех Библия. И все понимают по-разному. То есть Библия без толкования, она еще не приводит ко спасению. Это самое мягкое изречение, говорю. И вот сегодня в интернете везде, ну, большей частью там была не православная. И вот об иконах везде. А вы как? А у вас есть нет иконы? А это идол. Иконы идол различия имеют. Как небо и земля. Никакого понятия нет. Почему так научены? Ну, а есть, которые понимают правильно, приходят, но очень редко. Отец Дмитрий Дутко, такой был священник. Очень популярный в свое время в России. В годы советской власти. Он говорил, секта это узость взгляда на истину. Узость, как в танковую щель. Вот увидели, идол, все на этом засохло. Бог не требует служения рук человеческих. Дальше не идет. Выше и ниже стихи даже не видит и не читает. Все, избавились. Мы спасены. И главное, ты спасен? Мы спасены. Большего обольщения придумать нельзя. Многие потерпели кораблекрушение в вере. А о многих со слезами, Павел говорил, стали враги Христа Христова. Я говорю, что я жил среди баптистов, среди 50-ников. У них на кафедре проповедовал в разных городах. И начался отток в обратную сторону. И тогда уже специальную энциклику, так назову, выпустили баптисты. Всех бы. Маловузовская, 3, в Москве. Чтобы мне больше не давали нигде проповедовать. Потому что много молодежи стало приходить к истинному свету Христову. Но я проповедую не православие сегодняшнее. Я и в православии показываю все заблуждения, все ошибки. В чем не прав патриарх. Самое большое на меня гонение, давление, это именно от патриархии. А я в ней и тружусь. Туда люди и приходят. Так вот, чтобы рассуждать об иконах, нужно сначала для себя положить. Я хочу познать истину. Ну нельзя ее силом вложить. Ну а ты говоришь, они не слушают. С меня не спросятся. Для меня как бы эпиграфом жизни идет Матфея 22 глава. Я посланный. Звать на брачный пир. А они не идут. С меня за это не спросятся. Одному голову прошибли. Других убили. Это они сделали. Но не я. Я звал, они не пришли. И хозяин с них не спрашивает. Он снова восполняет недостающие, посылает и говорит. Зовите по изгородням, отовсюду, где кого найдете. Слепых, хромых, убогих, увечных, всех зовите. И мы всех зовем. Зовем к распятому Иисусу Христу. Я уже рассказывал происхождение этого креста по всей вероятности от расстрелянного священника. Когда нагревали, накаляли этот крест, они прилагали к колбу. И крест впечатлялся. Ну, коммунисты. Человеконенавистическая каста была такая в одно время. Так вот, я небольшой сделал экскурс в прошлое мира. Когда Бог сотворил Адама, безгрешного, и он пал, и был издан из рая, началась история падшего человечества. И человечество так развратилось, что Бог решил уничтожить мир. И только в восьми душах Ноя оставил. Это было по хронологии, какая у нас ведется по Библии, ну, по греческому варианту, 1656 лет от Адама до потопа. Эти цифры нам сгодятся. Ну, нельзя так. Это нам не надо, это не надо. А для чего вы там высчитали буквы, сколько в Библии? Я на всем буду останавливаться. Это только абсолютно ленивый, сонливый человек говорит так. Верующему все интересно. А потом, ну, а потом люди стали жить в Симхаме, Афет. Но проходит еще 721 год, и люди бросают вызов Богу. Сделаем себе имя. Вот это имя будет в конце концов, во имя свое придет Антихрист, сядет. И будете как Боги. Это опять тот же самый вызов. Еще проходит 721 год. Итого проходит 2377. От Адама до Христа, от Адама до Рождества Христа, 5508. Спрашивает, а сколько русскому языку? Мы считаем 3131 и 2013, 5144 год. Вот, как возник русский язык. А сколько же самому древнему еврейскому? Ну, все это условно, конечно. Не такой был русский, его такого не было. Ну, откуда мы происходим? Оттуда берем. Христиане произошли из язычников. Когда? 5508 лет, отнять 2337. И вот получается эта цифра. Сколько у нас здесь было? 3131. И люди уклонились от Бога. Бог избирает первого Авраама. Дает ему понятие о Боге. Наконец, Моисей. И люди, развращаясь, уходят все дальше и дальше. Вот сейчас сделать различие нужно между иконами и идолами. Слово «экон» по-гречески переводится только один перевод. Изображение. В оригинале, в греческом, где написано «изображение», стоит икона. Поэтому это равнозначно, как крещение, это погружение. Другого нет перевода. Не надо бояться слова «икона». Икона – это там, где мы читаем слово «изображение». Вот читаем мы. Первое послание Иоанна 2.21. Римлянам 2.1. Я много места буду просто называть. У кого есть Библия и желание, те откроют и посмотрят. И все для чего говорим? Для того, чтобы мы могли отличать священное от несвященного. Священное от несвященного. Священное Божие, несвященное мирское или от дьявола. Левитам 10.10. В мире 2897 наций. Повторяю, 2897. Проверить этого никак не могу. Я просто беру литературные данные. И вот что мы находим. Псалом 95.5. Исайя 44.9. Говорится об идолах. Делающие идолы все ничтожны. Об этом 113.5. Псалом говорит. Идолы, но не иконы. Идолы и иконы – это совершенно разные. Как хлеб и отрава. Как друг и враг. Как патриот и изменник. Иеремия 2.7. Они говорят дереву. Ты мой отец и камню. Ты родил меня. Никто из православных, из католиков камню не говорит. Ты создал меня. Ты родил меня. Просто надо убояться Бога и не придумывать. Когда мне говорят, что сектанты делают вот то и другое, я всегда стою на защите их. Неправда. Баптисты, другие, они живут чище нас православных. Почему? Слово Божие очищает. Вы уже очищены. А у православных Библия не пользуется авторитетом. Даже неправильно пользуются сектанты Библии, без толкования истинного. Они в этой жизни живут чище нас. У них и пьяниц меньше, и табакуров меньше, но и в других грехах не столь замечены. Римлянам 1.21.25. Исайя 44.17. И поклонялись и служили тварям вместо Творца. Никто из православных тварям не служит. Все служат Творцу. И читают. Веру его единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца, Неба и Земли. Ну, символ веры. Посмотрите, какие молитвы у православных. Ну, уж наклеивая свою дурнину, можно сказать, на других-то раз это годится. Давно ли сами сектанты были гонимые? Говорили, в жертву детей приносят. И что попало, говорили? Вам же не нравилось это? Ну, взгляните открыто. Раз ты где-то лжешь в одном месте, а дьявол есть отец лжи. А что такое секта? Повторяю, узость взгляда на истину. Вот вырвали одно место, 20 глава. Все. Притом я говорю не о двух-трех, а о ста процентах. У меня в друзьях в Mail.ru, в моем мире, 5600 человек. И из них, примерно, 90 с лишним процентов, это не православные. Все одинаково. А у вас иконы есть? А вы этим идолам поклоняетесь? Здесь был такой проповедник, миссионер в царское время, Лазарь Кунцевич. Он говорил, секта – это нечто грозное, зловещее и неуловимое. Повторяю, грозное, зловещее и неуловимое. Почему оно грозное? Потому что разрушительную энергию несет в себе, повреждение ума и совести и души. А почему зловещее? Потому что все святое хулиться. Гнушая сидлов святотатствует. И неуловимое, потому что все время меняют свое учение. У православных застывшее учение 2000 лет. Вот у меня на дому пришли адвентисты седьмого дня. Пресвитер, с проповедующими братьями. Мы беседуем. Я говорю, скажите, то, что вы сейчас говорите в самом начале – это от Бога? Да, от Бога. Давайте запишем. Записали на бумагу, на магнитофоне, все записывается. Распишитесь, что это от Бога. И вы назад уже не пойдете? Нет, не пойдем. Когда мы доходим до конца беседы, беседа небольшая была, где-то часа три всего. А они говорят, а мы с братом сейчас посоветовались, мы не так понимаем. Ну вот ваша подпись. Ну мало ли что. Я говорю, завтра в общину пойду к вам, и я скажу, вот ваша подпись. Ну а мы откажемся от нее. Позвольте, как же вы откажетесь? Ну вы же сказали. И это при том абсолютно везде. Сегодняшние, которые сектанты, они не лучше, а намного-намного слабее тех, которые были 50 лет назад. Тогда имели страх Божий, одевались соломудренно, сейчас и в брюках ходят, и каких только нету. Их крашеное. У пророка Даниила 3.14 считаем, как Науходоносор призывал к Богу своему. Исайя 42.17 Тогда обратятся вспять, и великим стыдом покроются надеющиеся на идолов, говорящие стуканом, вы наши боги. Никто иконам нигде и никогда не говорил, вы наши боги. Отношение к ним неправильное. Да, неправильное. Я и говорю, неправильное. Но это не боги. И никто так не называет. Иногда празднование иконе, такое-то называют державное, иконе казанской, иконе, праздники. А одно дело, там, почитание, поклонение начинают. Я не делаю различия. Сначала разбираем только один вопрос, без всякого поклонения. Иконы, идолы или не идолы? Сектанты на этой стадии абсолютно все уже поднимают руки. Абсолютно точно знают, иконы это идолы. Вот мы сейчас посмотрим по слову Божию. Ну, сектантское то понятно. Вот Псалом 113, 12 стих. А их, идолы, серебро и золото, дело рук человеческих. Если у них уста, но не говорят. Если у них глаза, но не видят. Если у них уши, но не слышат. Если у них у ноздри, но не обоняют. Если у них руки, но не осязают. Если у них ноги, но не ходят. И они не издают голоса гортанью своей. Да будут подобно им делающие их. Но если говорить на иконе, на иконе изображение Рождества Христова. Или Божья Матя держит Христа на руках. Ну, да будут подобны им наши желания быть подобным им. У нас иконы Павла, Петра. Если это идолы, а в конце концов, да будут подобны им делающие их. Мы подобны Павлу, мы желаем быть. То есть явно, что не о том речь идет. А как тогда узнать? Идолы это то, что уводит от Бога. Идолы. А священное изображение. А в немецком языке оно называется Bild-картина, а с икона Галегенbild. Священное изображение. Даже подчеркивается, что это священное изображение. Надо же делать разницу. А она приводит к Богу. И когда беседуем с сектантами, я говорю, Ну, ты 20-ю главу давно узнал? Да, я уже 15 лет верующий. Я уже многим про это говорил. Ну, а 25-ю главу читал? Какую? Ну, исход 25-я. А что там? Он не знает. Бог это не человек, который сказал бы, я забыл. Он Бог сказал сегодня, а завтра по-другому. Он не меняет. А в 25-й главе говорится, сделай Херувимов. Сделай. А в 20-й главе говорится, не делай того, что на небе, вверху, на земле, то, что ниже земли. Я много лет преподавал в разных университетах. Я разграфлю и показываю. Скажите, вот на небе что? Ну, все перечисляют. Ну, давайте облака, звезды, луна, солнце. Ну, еще. Ну, все. Да не все. Еще есть ангелы, архангелы, Херувимы, Серафимы. Начало силы, власть и господство. Павел перечисляет послание к римлянам. Ну, да. Ну, так написано, не сделай, что на небе вверху. А как же это сделали? Так сделал не кто-то, как показано тебе было на горе. Моисея сделала абсолютно точно. Так, как было показано ему на горе. Херувимов, а они на небе. Так не о них же речь сошла. Поклонялись солнцу, луне. Вот эта узость взгляда чисто сектантская. А православие это широта. Они берут всю Библию. От начала до конца. И вы это увидите в конце беседы. Первое послание к коринфянам. 10.20. Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Православные, в первую очередь, иконам ничего не приносят. Ну, а во-вторых, если где-то и приносят что-то в жертву, жертвой считается то, что для Бога. Это или для священнослужителей, или для больных и сирых. Галатам 4.8. Но тогда, не знавши Бога, вы служили Богам, которые в существе не Боги. Иконам никто не служит. Речь Павел-то говорил не об иконах, которых фактически тогда не было. Ну, не мог он говорить. Он говорил об идолах. Кому он говорил-то? Говорил ей и люди, которые стали верующими. Иеремия 10.14.15. Иеремия 10.5. До 15 стиха прочитать. Солом 105.37-38. И приносили сыновей своих и дочерей своих жертву бесам. Проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых приносили жертву идолам. Иконам никто не приносит в жертву детей. У нас уже безумие было бы. Ну, приносят, подайте в суд. Это же сразу осудят. То есть, это ложь, неприкрытая. Бытие 12.1.4. И сказал Господь Аврааму. Значит, Господь разговаривал с Авраамом, и Бога избранным человеком. И ему все это показывало. Разницу между идолами. И проводили, 4 ст. 17.17, проводили своих сыновей и дочерей своих через огонь, и гадали, волшебствовали. Да никто не проводит из-за православных через огонь, но если где-то какая-то бабка волшебствует, так оно не связано ни с иконами, ни с верой, а с неверием. Евреи не устояли долго в истине. Уже от Авраама видим, как они пошли, усвоили чуждых богов, и стали поклоняться. Об этом считаем Бытие 31.19, 30, дальше, 32, 34, 35, 2 стих, 1 царств, 19, 13, исход 3.9, исход 28.36. И сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как вырезается из печати святыня Господня. Господь не являл себя, поэтому это имя Господня было вырезано. А когда Господь явился, его и образ явился, почему он явил себя. Исход 25.18.22. И сделай золото двух херувимов щекамной работы, сделай их на обоих концах крышки. Сделай одного херувима с одного края, другого херувима с другого края. Выдавшимися из крышки, сделайте херувимов на обоих краях ее. И будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг другу. Крышки будут лица херувимов. Это что? Видалы? Ну, эти херувимов есть глаза, но не видят, есть ухши не слышат, есть ноздри не обоняют, сделаны руками человеческими. Ну, их же не ногами делали. Как тут не понять-то? И сатана заблокировал всех сектантов на 20 главе, дальше ни под каким видом не идут. Я ему показываю, он не считает. Нам это не надо, это Ветхий Завет. Ну, 20 глава, это тоже Ветхий Завет. Вот тут полуумные какие-то делаются. И вижу, что в галстуке, значит, куда-то на улицу выходит человек. Бритый, значит, бритву где-то достал. Но как доходит до места 25 главу, вообще ни один еще не открыл ее. Я хочу сказать, что это были иконы. Икона изображения означает. В храме Моисееве, в храме, это в синей Моисееве были иконы. Третья книга, старш, шестая глава, это подробное описание храма Соломона. Нужно прочитать исход 28, 11. Дальше 12 глава, 13 стих. «Через резчика на камне, который вырезает печать, и вырежь на двух камнях имена сынов Израиля, и вставь их в золотые гнезда». Потому имена были, что имя человека, спасенного на небе записано. Моисея говорит, «Изгладь меня из книги жизни, в которую вписал меня». А когда явился Христос, души праведников выведены на небо, а у нас все по-небесному, значит, теперь они из преисподней на небо, поэтому изображение пророков и апостолов. Поэтому. А тогда были одни имена, и прямо повеление было. «И освети их, и будут святыни великой, все прикасающиеся к ним осветиться». Господь запрещающий идолов, но повелевает сделать священное изображение. Второзаконие 5.1. «Слушай, Израиль, шмай, Исраэль». «Постановления и законы». Второзаконие 4.40. Это закон. Левит 10.9.10. Это вечное постановление в роды ваши. Чтобы вы могли отличать священное от несвященного, нечистое, а чистого. Я за 50 лет ни разу, нигде не встретил, чтобы сектанты прочитали это место. Это как у православных о рождении свыше. Ни один батюшка не проповедует. А почему? Да они нерожденные. И о водительстве духом святым не говорят. Никогда. 3.1.7.29. Устройство Соломонова храма. На стенках, которые между наугольниками изображения были изображены львы, валы и херувимы. Также и на угольниках, а выше и ниже львов и валов развесистые венки. 3.1.6.29. И на всех стенах храма кругом сделал резные изображения херувимов и пальмовых деревьев и распускающихся цветов внутри и вне. Но не делай то, что на земле. Притом нечистые животные львы. Это все сделал Соломон и повеление. Повеление не надо. Добрый сын делает без повеления. Помогает и изображает. Ну, нечистые животные. Леп нечистые животные. Неразвоенная копыта. Что дальше? 2.3.7.24. И там были, говорят, огурцы. А когда мы считаем 2.7.1.2, то написано, когда Соломон освящал храм, то облако наполнило храм. И слава несравненного Бога покрыла всех этих львов. Бог принялась, значит. Священники не могли стоять выше. Сектанты даже не слыхали про это. Я им говорю, они начинают открывать Библию и смотреть, Бог принял эти изображения или нет. Или Моисей это, сказать, Соломон придумал и сам. И неизвестно, как Бог отреагировал. Бог принял. И сказал на этом месте, я услышу тебя. Божья слава несравненного Бога и Егова наполнила храм. Храм. Моисей, Давид и Соломон со всем народом Божиим имели у себя иконы, то есть изображения. Имели у себя изображения. 3.8.11. И не могли священники стоять на служении по причине облака. Ибо слава Господня наполнила храм Господень. Храм Соломона через 400 с лишним лет был разрушен. Евреи же взяты в Вавилонский плен. Новохадоностор все разломал и увез. За 585 лет до Рождества Христова на месте храма Соломона был построен после возвращения из плема новый храм, называемый по имени строителя Зарававеля Зарававелев. Это из Езекииля 41-44 главы. Малахия говорит, что в этот храм придет Христос. Малахия 3.1. А вот теперь будем особо внимательны. Лука 24.53. И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь. Если это идолы, херувимы, которые были внутри и снаружи от пола до потолка, а зачем Христос приходил и говорит, дом мой, дом молитвы наречется? Не хватало там вот баптистов, адвентистов 7-го дня, а бы и сказали изображение сломать. Так это в Новом Завете уже нету. Это в Новый Завет все переходит. Апостолы ходили молиться в храм. Храм Зарвавелев. Соломонова не было. Когда я начинаю говорить, вот баптисты, я говорю, ну, Христос пришел в храм, кто построил? Соломон. Да как Соломон-то? Ты читай 4-й царств, 25-й глава. Начинают писать. Они Писание совершенно не знают. Знают только одно. 20-я глава, исход, и на этом Сатана обольстил, и мы спасены. Евангелие от Иоанна 3.16. Имеет жизнь вечную. Все на этом. Полная блокировка ума, совести, разума, движения вперед. Деяние 5.12. Деяние 3.1. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9-й. Деяние 2.46. И каждый день единодушно пребывали в храме. Деяние 22.17. Павел говорит. Когда я возвратился в Иерусалим, будучи апостолом, и молился в храме, пришел я в выступление. Как? Среди идолов пришел в выступление. Там не было свободного места во всем храме. От пола написано до потолка. Из Икииля. Считаем мы 41.17. Ну просто прочтите один раз. Я знаю вашу реакцию на это, кто не православный. Как реагируете? Из множества Евангелий, а их было около 20. Кто же отобрал 4, которыми вы пользуетесь? Это церковь. И церковь какая апостольская, которой принадлежит православным. Это все никто не повелевал. Ветхозаветные изображения, и как все установлены были, только до времени исправления. 9.10. Евреям. Деяние 15.15.16. И всем согласно слова пророков, как написано, потом обращусь, и воссоздам скиню Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю его. Так как ныне на небе праведники идут Господу, то изображение посему в храме. Там же Божья Матерь, поэтому ее изображение. Я говорю не о поклонении, только об изображении. А поклонение это совершенно другая тема. Иисус Новин 10.35. Когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорил, восстань Господи, и рассыплются враги Твои. Значит, поднимали ковчег, и обращение это не к ковчегу было. Если мы смотрим на изображение Христа, ну, я же не к иконе обращаюсь. Она просто напоминает мне, что есть Господь на небе. Вместо изображения леса Божьего евреям дано было изображение имени. Исход 28.38.36. И 1 Тимофея 3.16. И беспрекословно великое благочестие тайны. Бог явился во плоти. Поэтому изображение Иисуса Христа мы имеем. Бытие 37.35. И собрали все сыновья Якова и все дочери его, чтобы утешить его. Но не хотел утешаться и сказал, с печалью сойду я к сыну моему в преисподнюю. То есть до Христа были в преисподнюю. Но Христос души-то вывел на небо. 1 Петра 3.19. Он и находящимся в темнице духом сошед проповедал. 4.6. 1 Петра. Для того и мертвым было проповедано. Откровение 4.4. И вокруг престола 24 старца. А на престолах видел осидевших, которые обречены были в белой одежде и имели на головах свои золотые венцы. Поэтому у нас, у православных устройство по образу небесного. Не по образу мертвого склепа, как у сектантов. Ни одного изображения вообще нет. А сейчас кое-где голуби научились изображать. Так это тоже тварь. Ничего не надо делать. Сейчас, правда, изображения есть. Но они и поклоняются. Но вы же воевали против. Вот здесь молитвенный дом баптистов. Все везде уже теперь картины из жизни Иисуса Христа. Там классические, хорошие картины. Но что, баптисты хуже стали от этого? Нет, конечно. Но прекратили говорить на иконы, что это идолы? Нет, не прекратили. Потому что это глубинное повреждение. А так как на исповедь никогда не ходят, каждый делает то, что кажется справедливым. Исход 25-40. Смотри, сделай их по тому образу, какой показан тебе на горе. И вот интересное место. Римлянам 2.22. Проповедуя не красть, крадешь. Говоря не прелюбодействуй. Прелюбодействуешь. Гнушаясь недолгоствует, отатствуешь. Ну, прелюбодействовать и не прелюбодействовать, понятно. Верность супружеской жизни. Воровать, не воровать, самому заработать, на чужое не посягать. Я разговариваю с сектантами, какого уровня? Такие, как Житков. То есть, самого высокого уровня у них на Малоудзенской 3. Я их спрашиваю, скажите, а что такое спятататствовать? Он объясняет настолько туманно, что рядом сидящие его соратники и поправляют его. Ну, как же так? Бычков тогда был, тоже я беседовал с ним. Но это не какие-то на бытовом уровне баптисты. Я смотрю, что написано в словаре Ожегова. Он говорит, святататствовать это поругание, оскорбление чего-либо заветного, святого, оскорбление религиозной святыни. Откройте слова Ожегова. Святататствовать. Ты гнушаешься идолов? Ну, кто там, сериертик, сектант. А святататствующий икону называешь идолами. Этот стих абсолютно к неправославным относится. К тем, у которых нет изображения. Меня тогда спрашивают, скажите, вот мы все поняли. Да, мы не церковь. У нас нет рукоположенного священства. Но без икон мы можем спастись? Конечно, можете. Но не называйте иконы идолами. Богохольник, святататис, не войдет туда. Святость это святыня, а татья это воровать. То есть похищать от святыни ее святость. Иконы святы. Они напоминают нам о событиях бывших, реально существующих. Откройте, Густаво Даре, 230 иллюстраций. 230. И что? Это 230 он не для прославления Бога сделал? А сегодня протестанты издают маленькие там слова жизни, журналы. И везде Густаво Даре берут. Там Даре. А там есть еще и другие какие-то оформители их книг. И уже никто не считает эти изображения. Но если это икона и повешена, и в храме православном, мгновенно она делается идолом. На каком основании? Что за рассуждение? Доброзумит Господь всех. И в первую очередь православных. Чтобы из иконы не сделали идола. На разные мироточения, кровотечения. Зачем только не гоняются. Иногда зайдут, вот у меня было, а в избе уборка была. Зашел старый обрядец. А у вас и помолиться некуда. Идолопоклонник, самый настоящий. Так что надо прислушаться ко всем. Знаете, повеление было сделать змея. Посмотри на него, и ты будешь здрав. Но вот стали поклоняться как Богу, и повеленно было уничтожить. Почему? Потому что стали называть Нехуштан. Не потому что Нехуштан, а это Бог их был. И поэтому где иконы уже почитают за Бога, они должны быть уничтожены. Я нынче уничтожил более ста икон. У одной были, у ней все улеплено, и все выстрелило, не поймешь. Повеление определенное, мы перекрестились, иконы эти сняли, у нее еще больше ста осталось. И когда поехали, мы их сожгли, у меня даже ролик поставленный. Мы не надмивались, не насмехались, не рубили, но без надписи нельзя понять, что на них есть. Богу нашему слава, во веки веков. Аминь. Богу нашему слава, во веки веков.